Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 60 лет, нашему сыну 32 года. Шенар, у него 2 детей по годке. Я сильно поругалась с сыном, мы общаемся уже 2 месяца. Не знаю, что делать и как общаться с сыном и его семьей. С невесткой он с самого начала не заладился, он провел ее жить к нам, уже с позорубил, качать было некто. Невестка моложе сына на 10 лет, он сильно влюбился. Проблема в том, что живя с нами почти год, невестка ничего по дому не делала, даже в своей комнате не убирала. Я мою полы, она сидит на диване, подняв ноги, не готовила и булку хлеба не купила. Я устала и решила с ней поговорить, сказав, что устаю и готова получить от их молодых с ней помощь, в виде частичной уборки, готовки и покупки продуктов, а я бы в это время гуляла бы с маленькими. Когда сын пришел с работы, она сказала мне, что я ее обидела, что она и так ребенком устает, что я ее не люблю, и с нами она жить не хочет. Она откровенно врала сыну, он ей верит и винит во всем меня. Они учились на квартиру, а мы с мужем враги номер один. К нам не приходят, к себе не зовут, зато теща там каждый день. Когда сыну плохо, он идет к нам. У него была операция, мы оплатили. Занавливать машины, ремонт мы оплатили. А новую коляску внуков купили. Все это дистанционно. Он звонит и мы на карту деньги переводим. Когда я спрашиваю, когда зайдете в гости, он говорит, что вы мою жену не любите, вы пытаетесь нас поссорить, и все в таком духе. Невестка очень любит свою маму, а наш сын выслушивается и самотврестается перед невесткой за счет нас. Когда я звоню, а она рядом, он на меня кричит, говорит, что у нас мама такая хорошая, и звонит вовремя, помогает, ты только проблемы создаешь. Говорит, у меня с меня никто с вами общался, а к тещи после работы едут. Когда машина сломала, звонит, мам, дай денег, куртки в зиме нет, опять мам, дай денег, ходить нечем. И мы сдаем, у нас дети нехорошие отношения, а хороших отношений нет. Мне на день рождения и цветочка не подарил. Третий звонит и говорит, мам, у тещи день рождения, а денег нет, дай денег, тещи подарок купить. Тут я не выдерживаю, я вам все высказала, и мы поругались. Невестка по сути нам чужая, но как с нами, так может сын поступать. Можно ли в этой ситуации что-то исправить? Как-то стучаться до сына и объяснить, что у нас тоже люди. Получается, что, чтобы уходить на ветки, он обижает своих родителей. Я сочувствую вашей ситуации, но мне кажется, что первое, на что можно было бы обратить внимание, да, здесь, это, пожалуй, пожалуй, на то, что вы, как будто бы, почему-то стараетесь купить, купить, купить своего сына. То есть, как-то это вот, на мой взгляд, выглядит несколько стран, что вы пытаетесь его купить, его именно купить, купить. Что вы, по сути, это делал деньгами, пытаетесь построить хорошее отношение. Я думаю, что так отношение не построить. Я думаю, что отношение построить можно самоуважением, уважением к себе. А вот у вас, судя по тому, что я вижу, уважения к себе нет. Да, вы себя недооцениваете. У вас есть определенная надежда на то, как будет вести себя сын, как будет вести себя невеста, вот, но, к сожалению, эти надежды не оправдываются. Вот в этом заключается главная, как мне кажется, проблема. Дальше. То, что вы описываете, похоже на синдром покинутого гнезда. Есть такая, ну, не синдром, точнее, я неправильно уверен, не синдром покинутого гнезда, а скорее этап покинутого гнезда. Это такой период в жизни любой семьи. Когда их ребенок уходит из семьи, родители остаются наедине с собой. И вот то, что вы описываете, то, как вы это описываете, то, как вы говорите, что вы ждете хороших отношений, ну, у меня вызываются сомнения относительно того, насколько вы можете, насколько вы готовы оставаться наедине с собой. То есть можете ли вы оставаться наедине с собой вообще? Получается ли у вас сейчас жить для себя? Ну, жить своими интересами, своими увлечениями, своими хобби и так далее? На мой взгляд, нет. И вы ждете от своего сына, в общем-то, компенсацию за это. А компенсацию вам он не дает. К сожалению. К сожалению. Вот. Соответственно, проблематика. на данный момент вот так. И, соответственно, необходимо вам, в первую очередь, обратить внимание на себя. В первую очередь, обратить внимание на ваши собственные потребности, желания, ценности. но, которые к сыну, ну вот, так вот, скажем напрямую, отношений не имеют. Ну, я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Это больше про, про непосредственно вас историю. Вот. Но сейчас, на данный момент, вы, как мне кажется, себе запрещаете жить для себя. Вот, в чем, на мой взгляд, является проблемой. Ну, как мне кажется, является проблемой. Мне кажется, это проблемой, вот, в первую очередь. Ну, понятно. Я могу ошибаться, понятно, что, я могу, могу, чего-то не знать, да, но, вот, выглядит. Пока, пока что, на, текущий момент, все, все вот так. Вот. Всем понимаете, да, о чем я делаю? Дальше. А, вот, собственно, в чем проблема. Дальше. А, вы не задавались вопросом о том, почему ваш сын так себя ведет? На кого похоже его поведение? Я думаю, что невозможно увидеть, что его поведение похоже на вашу. Как вы пытаетесь заслужить хорошее отношение, ну, у сына. Так, он пытается заслужить хорошее отношение, но нет. То есть, ключевой аспект здесь в том, что вы пытаетесь заслуживать хорошее отношение. Вот в этом и заключается проблема. И с этим, как мне кажется, в первую очередь и нужно работать. Как мне кажется, с этим в первую очередь нужно разбираться. Да, тут могут быть сложности. Да, тут могут быть проблемы. Да. Ну, у вас, вот, с вашей стороны может быть сопротивление, например, безусловно. Может быть. Но, по-другому, ситуация не исправна. Поэтому, если вы хотите, чтобы ситуацию поменять, если вы хотите что-то изменить, можно начинать непосредственно с себя. В первую очередь. Вот, это то, что я хотел бы вам сейчас сказать. С точки зрения, опять же, психологии, с точки зрения, опять же, психотерапии и так далее. Дальше. Дальше. Обида. Обида, чувство, в известном смысле, детское. Так это детское чувство. Ну, в каком смысле, да, детское, что я, ну, в данном случае имею в виду, я говорю, что обиде, это число маленького человека, число человека, который, ну, не отвечает ни за что. Число, который, число человека, который не отвечает за себя, к сожалению. А, на мой взгляд, ваша задача заключается в том, чтобы, как раз таки, начать за себя отвечать. Именно за себя, а не за собой. Наш сын, он уже взрослый, он уже большой. Вот. Вот. А вот вам за себя отвечать очень нужно, важно и ценно. Вот. Ну, сейчас вы, полностью, повернулись на своем фильме. Он это знает. Он это знает. Он это знает. Он знает, что вы на нем повернут. Он знает, что вы, ну, вы на сайте с ним. И поэтому так себя себя, в общем и целом, и ведет, к сожалению. Вот. Так что можно сказать, что, что вы его, а, научили, а, вами пользоваться. К сожалению. К большому, к сожалению. Нужно эту историю корректировать. Вот. Через, через, в том числе, психотерапию. Да, да. То есть, вот. А, ну, как бы, вот, психотерапевтическая работа. Поможет вам этого избежать. Вот, вот, перестать. А, ну, позволять ему, а, так вот, себя с вами выступить. Вот. Ну, на этом, а, все. Я надеюсь, что, мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что, а, мой ответ, а, был вам интересен. А, я желаю вам всего самого доброго. И, значит, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо.